И мы снова возвращаемся к нашему корреспонденту Дмитрию Ильичкову, который находится в деревне Сухая Балка, где сегодня около полутора часов назад произошел пожар. По предварительным данным, это горит склад, где находятся шины, колеса, ну в общем резина, из-за этого вот такой едкий запах, о котором рассказал Дмитрий, да, и дым, который переполошил горожан, они позвонили нам в редакцию, и мы отправили Дмитрия. Дмитрий первый, среди первых, у нас снова на связи. Дима, еще раз здравствуй, мы передаем тебе слово, чтобы ты нас в курс дела ждал окончательно. Коллеги, здравствуйте, еще раз здравствуйте, телезрители. Я нахожусь в Емельяновском районе, в поселке Сухая Балка, на складе, на котором сегодня утром в 7 часов утра произошел пожар. Вот вы можете видеть под моими ногами то место, где буквально полчаса назад полыхало огромное пламя, которое можно было увидеть со всех, практически со всех точек города. Здесь сейчас догорают те покрышки, которые находились на этом складе. По одной версии они были предназначены для дальнейшей переработки, по другой это покрышки, которые принадлежали транспортной компании, которые находятся здесь, на этом складе. Тем не менее, одно ясно, их уже нет, и от них осталась огромная куча дымящихся отходов, которые прямо сейчас выбрасывают едкий дым в сторону района Солнечного. Здесь сейчас находиться и дышать действительно сложно. Я уже чувствую, как вся моя одежда пропахла этим едким, неприятным, жгущим горло дымом. Чувствую, как глаза слезятся. На самом деле, честно сказать, и голова немножечко затружилась. Вот я не рискую настолько, насколько мой оператор пошел показать вам, где еще осталось пламя. Так, и Дмитрий у нас все-таки нашел человека, который смог бы рассказать о том, что произошло. И как мы так понимаем, что это из-за дыма, на самом деле, я даже не поняла, не разглядела, что это, кто это был. Не успел тоже, ну. Так, Дима, снова возвращаемся. Да, мы преодолели все технические нюансы. Нюансы, Дима, мы попросим тебя еще раз представить твоего спикера, потому что из-за, на самом деле, клубов дыма мы даже не разглядели человека. Вот настолько там все затянуто. Вижу, что около 6-7 пожарных, которые продолжают тушить пламя, возгорания. Ну, по крайней мере, Дмитрия слышно плохо, но видно, что происходит, это точно. Воду в автомобиле пожарных черпают здесь неподалеку, по очереди отъезжают, набирают, тушат и снова уезжают, чтобы набрать воду в пожарную машину. Пока пострадавших нет, ну и, конечно, я надеюсь, уже на данный час не будет. Думаю, что здесь уже пожарные доделывают ту работу, которая непосредственно, ну, доделывается во время уже окончания пожара. Я думаю, что сегодня любой Красноярск сможет почувствовать этот запах, потому что, ну, здесь и уже за пределами склада, уже на протяжении, там, нескольких километров, дым двигается по горизонту города Красноярска со стороны Солнечного. Чувствуется он очень хорошо, и думаю, что это утро добрым назвать точно для большинства тех людей, которые здесь находились, не получится. Коллеги, у меня пока на эту минуту вся информация. Мы попытаемся еще поговорить с ответственными людьми, которые занимаются тушением пожара в руководствующих должностях, чтобы в дальнейшем в новостях уже, да, в новостях уже рассказать о том, что стало причиной возгорания, насколько тяжело проходило тушение, ну и вообще все подробности. У меня все на этом. С вами был Дмитрий Юрьевичков, Константин Шубкин. Коллеги, вам слово. Дима, спасибо большое. Своё утро тоже сегодня получилось вот такое сумбурное, соответственно. Ну, хорошо, что никто не пострадал, но напомню, что в деревне Сухая Балка горит около 900 квадратов, насколько, если неправильно поняли, прям комментарии пресс-службы, начальника пресс-службы МЧС Края Александра Якимова. Но пострадавших нет из неудобств, ну, конечно, в это ранний выезд, постоянное пополнение, пламя было достаточно большое, вырывалось из забора и приходилось быстро, оперативно и много пополнять, как Дима сказал, пожарные машины водой. Ну, хорошо, что в Сухая Балке есть водоем небольшая, да, река, которая обеспечила как раз и средства борьбы с огнем. Вот так, чтобы не повторяться, заключим. Дмитрий, ждём в редакции и напомним ещё раз, что в 16.300 программе новости мы увидим все подробности и уже даже первые какие-то предварительные причины пожара.